Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». И сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус Красноярского района Самарской области Ольга Александровна Портнова. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Ну что же, традиционно, уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире специально для вас, чтобы вы в течение 30 минут звонили к нам в студию, задавали свои вопросы по телефону 202-11-22. Мы ждем ваших вопросов, а также телефон нотариальной палаты Самарской области вам в помощь. Консультанты всегда ответят о ваши вопросы. Ну а мы сегодня говорим о сделках с недвижимым имуществом. Первый вопрос. Ольга Александровна, законодатель, как и прежде, доверил нотариусу полномочия по правовой защите граждан в сфере оборота недвижимости. Вот какие сделки в настоящее время с недвижимым имуществом подлежат обязательному нотариальному удостоверению? Да, действительно, законодатель внес ряд изменений. И была предусматрена обязательная нотариальная форма для ряда сделок. Например, сделки с недвижимым имуществом, находящиеся в долевой собственности, при отчуждении долей в праве подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Причем надо отметить, что это касается не только сделок по отчуждению со собственником своей доли, третьим лицам, но и сделки по отчуждению между сособственниками и при отчуждении всеми сособственниками недвижимого имущества. Также обязательному нотариальному удостоверению в настоящее время подлежат сделки по отчуждению недвижимости, собственником которого целиком либо в доле являются недееспособные, несовершеннолетние, то есть находящиеся под опекой или попечительством граждан. Спасибо. Ну а вот на ком лежит обязанность по сбору документов к сделке? Какие документы необходимо предоставить гражданину при обращении к нотариусу? Ну прежде всего, конечно, нотариусу необходимо предоставить документ, подтверждающий право собственности гражданина на отчуждаемый объект недвижимого имущества. Это могут быть разного рода договоры, подтверждающие приобретение этим гражданином или гражданами имущества. Договоры купли-продажи, договоры дарения, договоры менные, это может быть и брачный договор, и разного рода соглашения, заключенные между гражданами. Это могут быть документы, подтверждающие право наследования, свидетельство о праве на наследство. Это могут быть акты государственных органов или органов местного самоправления о передаче в собственность того или иного имущества. То есть это перечень обширный и не исчерпывающий. Наталья всегда подскажет, какой список документов необходимо предоставить. Но вот любопытно, а если нет подлинников на руках, там утеряны они, или их нет просто в принципе, можно ли предоставить копии? Или если да, может быть заверенные или обычные копии? Просветите в этом вопросе. В данной ситуации что можно сказать? Да, всякое в жизни бывает, да, и могут быть утрачены подлинные документы, и если, к счастью, остались хотя бы копии, то это тоже возможно предоставить. Нотариус самостоятельно может сделать запросы в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заказать соответствующие выписки о содержании правоустанавливающих документов и об объекте отчуждаемом, где будет подтверждено, кто является собственником, в каких долях собственности, какой документ лег в основании регистрации права собственности. То есть это тоже возможно. Нотариус также самостоятельно может запросить и кадастровый паспорт объекта, если в этом будет такая необходимость. На сегодняшний день нотариус имеет допуск к различным ресурсам, что позволяет облегчить и не создавать, так скажем, в простонародье беготню по организациям. По различным инстанциям. То есть только прийти к нотариусу, и нотариус самостоятельно уже запросит документы. Все по этому вопросу? Ну, при отчуждении жилого помещения хотелось бы отметить, что необходимо в обязательном порядке предоставлять справочку о зарегистрированных в жилом помещении лицах. Поскольку из этого документа мы видим, имеются ли лица, кроме собственников жилого помещения, которые отчуждают это жилое помещение, другие зарегистрированные лица. На что это может повлиять? Какие сложности могут быть? Во-первых, я думаю, что любому покупателю хотелось бы приобрести квартиру без каких-либо проживающих и имеющих право на то проживание. И, естественно, если этой справки не будет, то гарантии нет. Плюс ко всему, если зарегистрированы и не выписаны из жилого помещения лица, то сняться с регистрационного учета они могут только по личному заявлению, либо покупателю придется обращаться в судебном порядке и ставить вопрос о снятии с регистрации. Но и в этом случае есть разного рода нюансы, поскольку есть, например, ряд лиц, которые сохраняют право проживания и пользования жилым помещением, даже если собственник произвел отчуждение его. Ольга Александровна, можете привести пример, чтобы телезрителям было понятно? Пример, собственно говоря, какой можно привести? Если у нас квартира была приватизирована в свое время, и на тот момент приватизации в квартире были зарегистрированы несколько человек, и все они, согласно положениям о приватизации, имели право участвовать в приватизации, соответственно, получить этот объект, жилое помещение в собственность. Но также законодатель предоставил право, если человек не хочет участвовать в приватизации, он мог отказаться на момент приватизации от получения этого имущества в собственность. И этот официальный отказ им был сделан, и квартира была приватизирована без его участия. Но если этот гражданин остается прописанным, зарегистрированным в этом жилом помещении, и не снимается с регистрационного учета самостоятельно, то он сохраняет право проживания и пользования данным жилым помещением. А что же делать в таком случае? Ну так вот вопрос решать нужно до сделки, а поскольку если этот человек останется зарегистрирован, то проблема, конечно, возникнет у покупателей. И снять его с регистрационного учета, и даже в судебном порядке, это как бы будет уже проблематично. Поэтому я полагаю, что как раз вот эта справка нам и дает основания и предупредить покупателя, кто у нас зарегистрирован. Потому что даже если лица зарегистрированы, не сняты с учета, сделка может состояться. Нотариус просто изложит в договоре, что в указанном жилом помещения зарегистрированы следующие лица и перечислит согласно этой справочке. А тут уже, как говорится, на усмотрение сторон. Если покупатель согласен купить в таком случае, могут ведь остаться и зарегистрированные лица, которых уже нет в живых. Такие тоже бывают ситуации. Вот вы знаете, я вспомнила как раз вопрос, который на одной из программ наших прямого эфира «Территория права» задавали телезритель о том, что осталось завещание квартиры, допустим, проживают лица. И завещание было написано, что данный человек имеет право пожизненного пользования и проживания. Вот здесь как быть с такими объектами? Вот то же самое. То же самое, да? Получается, да, у него остается право пожизненного проживания и пользования данным объектом. А если происходит отчуждение, то есть он должен самостоятельно, во-первых, сняться с регистрационного учета. Если он самостоятельно этого не сделает, то тут опять же возникают те же самые проблемы у покупателя. Я думаю, не захочет покупатель сталкиваться с ними. Поэтому это в интересах даже покупателя знать, кто прописан, кто зарегистрирован в данном жилом помещении, есть ли такие. Спасибо большое. Мы продолжаем нашу программу. И мы работаем в прямом эфире. Уважаемые телезрители, телефоны, вы сейчас видите на экранах, дозванивайтесь к нам, пожалуйста. Можете задать вопрос по наследству, можете задать вопрос по брачному договору, но, конечно, по нашей сегодня актуальнейшей теме. Телефоны видите на экранах, дозванивайтесь к нам, мы ждем ваших вопросов. И сегодня на них отвечает нотариус Красноярского района Самарской области, Ольга Александровна Портнова. Мы продолжаем наш эфир. А как вы уже отметили, обязательному нотариальному удостоверению подлежат сделки по продаже долей в праве собственности. А вот какие особенности существуют при заключении таких сделок? Во-первых, здесь, естественно, мы не должны забывать про право преимущественного приобретения со собственниками. То есть это статья 250 Гражданского кодекса, которая предусматривает, что если один из со собственников отчуждает принадлежащую ему долю третьему лицу, то есть лицам не из числа со собственников, то у со собственников есть право преимущественного приобретения на тех же условиях, на которых предложено это имущество к продаже. Напомните эти условия, пожалуйста, Олега Александровна, что нужно сделать? Ну, обязательно это согласование предмета и стоимости, и порядка оплаты. То есть, что продается, за какую стоимость продается, и как будет оплачиваться. Возможно, это сразу оплата, либо это рассрочка платежа, что тоже немаловажно, и может повлиять на решение со собственника приобрести это имущество. А договариваться где? Между собой? Либо в присутствии свидетелей, либо, опять же, нужно приходить к нотариусу, чтобы подтвердить потом свою правоту? Ведь очень часто так бывает, что предложила одну стоимость, а третьему лицу предлагают совершенно за другую стоимость. Ну, здесь речь идет об официальном уведомлении со собственника. Порядок, скажите. То есть, порядок следующий. Гражданин, который желает отчуждать свою принадлежащую ему долю, он обязан известить всех со собственника. Каким образом? Есть разные способы извещения. Один из... Ну, не один, а сейчас перечислю все возможные, да, которые чаще всего встречаются, наверное. Это можно направить уведомление о предстоящей продаже, воспользовавшись услугами нотариуса. Что, наверное, сделать правильнее. Да, это наиболее надежный способ, потому что оформляется это извещение, где совершенно четко прописываются, вот о чем мы сказали, условия, да, предметы, цена, еще какие-то существенные условия. И это заявление нотариус свидетельствует подпись на заявление гражданина, что, соответственно, исключает потом возможность гражданина говорить, что он не эти условия хотел, да, иначе что-то определял. Далее нотариус сам передает этот документ со собственнику по указанному адресу, который предъявляет ему гражданин. То есть, естественно, нотариус сам не знает, куда передавать, передает по указанному адресу. И впоследствии при получении этого документа со собственником, при возвращении нотариусу квитка о том, что он получил это уведомление, нотариус выдает свидетельство о совершенной передаче. И уже это свидетельство является подтверждением к сделке, что был надлежащим образом извещен со собственником. Второй из способов извещения, это можно известить самостоятельно, тоже также изложить на, грамотно изложить на просто листке бумаги свои условия и почтовым отправлением, заказным, с обратным уведомлением, обязательно с описью вложения, чтобы было отражено в описи, какой же документ все-таки вложили в конверт, что это не пустой лист был, да, или не какая-то там рекламная брошюра, что это было именно заявление, извещение об предстоящей продаже, отправить адресату, да, получить обратный квиток о том, что доставлено это уведомление, получено лично гражданином со собственником, и вот этот документ, уже вот этот вот набор самоизвещения, вот эта отправка предъявляется нотариусу. Можно уведомить с помощью телеграммы, то есть у нотариуса оформляется заявление. То есть в любом случае личная передача и удовлетворение? Лицо, которому это адресовано, должен лично получить этот документ. И немаловажно отметить, что адрес, куда направляется это извещение, это должно быть официальное место регистрации гражданина, а не просто где-то он проживает или знает место пребывания, потому что только по официальному месту регистрации документ считается доставленным, независимо от того, получил он лично его или не получил, он будет считаться надлежащим образом извещен. После того, как известили гражданина, должно, и он получил это извещение, корреспонденцию, должно пройти 30 дней. То есть законодатель устанавливает, что возможность заключения сделки по истечении 30-дневного срока с момента получения. Если у нас сособственник или сособственники могут прийти к нотариусу и оформить отказ от преимущественного права приобретения, то это значительно может сократить сроки, то есть необходимости впоследствии 30 дней ждать. То есть как только будут собраны все отказы от сособственников, сделка может быть совершена. Спасибо большое за исчерпывающий ответ. Продолжим. Обязательно у нас есть звонок. На линии мы слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос, что, не знаю, к вам, скорее всего, у меня джин приобрел квартиру в ипотеку. Половина взносов внес, половина будет сейчас заплатить в ипотеку. У него тут дело идет к салатке. Будет ли его супруга иметь право на какую-то долю в этой квартире? Спасибо. Ответите, Ольга Александровна? Ну, давайте кратко попробуем ответить. Поскольку выплаты будут происходить в течение брака, то есть часть выплат он произвел, а часть выплат будет в течение брака производиться, естественно, денежные средства, которые будут выплачиваться на этот кредит, то это, по общему правилу, у нас это является совместной собственностью супругов. Поэтому, естественно, впоследствии супруга может предъявиться, да, претендовать, предъявить свои права. Надоле в квартире, ну, я думаю, что пока еще не вступили в законный брак, есть выход прийти к нотариусу составить брачный договор. Расскажите, вот, посоветовали ли вы в данном случае составить этот документ, если не хотят, чтобы претендовала будущая супруга? Дело в том, что, опять же, мы говорим сейчас не только об имуществе, да, имущество приобретено до брака. Сам факт приобретения, он случился до брака. Но выплаты происходят в течение брака, и вот эти обязательственные отношения, которые с банком заключены, они заключены с супругом. То есть он обязан выплачивать эти денежные средства. Но поскольку денежные средства будут совместны и тратятся, то здесь еще и нужно будет, если на супруга все оформлять, ну, наверное, да, можно подумать о составлении брачного договора, заранее как-то этот вопрос обговорить. Ну, да, здесь уже лично к нотариусу с документами, и уже на консультацию нужно смотреть, как... Надо смотреть, как оформлено, да. К нотариусу все время говорите, что нужно всегда... Конечно, документы необходимо смотреть, и время исполнения обязательств, да, и время заключения договора, как дальше будет. Спасибо большое. А есть еще звонок, я предлагаю его принять. Алло, говорите, добрый вечер вам. О, добрый вечер. Слушаем вопрос. У меня такой вопрос, я хочу... У меня в собственности квартира, я хочу подарить одну-вторую. Ее нужно реально заверять в договор дарения? Да. Спасибо. Да, нужно. Что нужно для этого сделать? Обратиться к нотариусу с пакетом документов, о чем я сказала, в общем-то, какой пакет особо тут... Только у нас документ, подтверждающий право собственности, нужно предъявить справочку о том, кто зарегистрирован в данном жилом помещении. Все. И прийти к любому нотариусу, либо к нотариусу по месту жительства и прописки. Нет, к любому нотариусу можно обратиться. Спасибо. Продолжаем прямой эфир. Есть время у нас еще для ваших вопросов, уважаемый телезритель. Дозванивайтесь. Телефон увидите на экраны, ну и, конечно, телефон Нотариальной палаты Самарской области, где всегда консультанты ответят на любые ваши вопросы, связанные с нотариальной деятельностью. Ольга Александровна, требуется ли согласие супруга на заключение сделок с недвижимостью? Да, требуется. У нас статья 35 Семейного кодекса говорит о том, что для заключения одним из супругов сделки по распоряжению с недвижимым имуществом, права на которые подлежат обязательной государственной регистрации, сделки, для которой законно установлена обязательная нотариальная форма или сделки, подлежащие обязательной государственной регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие супруга. Поэтому, да, согласие требуется. Причем, если эта сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению, согласие требуется как на продажу, так и на покупку требуется тоже обязательно. Его нужно и можно делать единожды? Вы можете сделать... На какой-то определенный объект, либо... Срока у этого документа как такового нету. Делается оно либо на определенный объект, либо на ряд объектов. Естественно, если это будет несколько объектов, а сделка только с одним сегодня, то, естественно, вы этим согласием можете впоследствии воспользоваться для совершения сделки с другим объектом, который в этом согласии указан. Да. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Алло, у нас есть телезритель на линии, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. У меня умерла мама. Я оставила наследство моей сестре. И сестра оформила, но прошло 6 лет, и вдруг я узнаю, что 1,8 часть наследования принадлежит мне. Как? Куда мне обратиться? Где документы оформить? Как доказательства эти найти? Не совсем понятно, как выяснить. Не отключайтесь, пожалуйста. А как выяснилось? Почему 1,8 доля принадлежит? Она выяснилась. Позвонила сестра и сказала, что она переоформляет договора с Горгаз, с Горсвет. И надо мое согласие подписать в этих договорах. Иначе ей не оформят, отрежут газ и цвет. И поэтому мне пришлось ей послать данные паспорта. Но теперь как мне быть? Она говорит, да, действительно, на тебя есть. Ну, понятно. В данном случае я бы рекомендовала, наверное, обратиться непосредственно к тому нотариусу, у которого было заведено наследственное дело после умершей мамы. И там уже ознакомиться с тем, какие есть... Непонятно, было ли завещание, или, может быть, было там фактическое вступление в наследство. Потому что у нас, если гражданин зарегистрирован на момент смерти с умершим, и даже если он не обратился и не подал заявление о принятии наследства, он считается фактически принявшим наследство. И в этой ситуации также нотариус по справке о зарегистрированных лицах видит. И если он видит, что есть лицо из числа наследников, то он оставит ему долю. И, естественно, пока наследник сам не обратится, эта доля будет неоформленная, но, тем не менее, иметь своего хозяина. То есть будет ждать, пока, наконец-то, гражданин придет и оформит свои права. Но здесь пропущенного срока в данном случае для телезрительницы существует или нет? Если там было фактическое принятие, если она была зарегистрирована на день смерти со своей мамой, то нет. Нет. Да, то ей нужно подойти к нотариусу, то есть выяснить, во-первых, у какого нотариуса сестра открыла наследственное дело, то есть либо через сестру, либо там можно это выяснить самостоятельно, обратившись к любому нотариусу. У нас есть единая база наследственных дел, поэтому мы можем оперативно выяснить, открыто ли дело и у какого нотариуса, и, соответственно, гражданина направить непосредственно в нужное ему место. Вот. Тоже очень, вот к этому же вопросу очень часто задаваемый вопрос, факт скрытия наследников, нотариус обязан ли оповещать наследников, что у них есть наследство, если, допустим, было завещание? Ну, естественно, если нотариусу стали известны факты о том, что есть другие наследники по закону, либо по завещанию, и есть информация о месте их проживания, пребывания, регистрации, то нотариус направляет извещение об открывшемся наследственном деле. Также есть информация, можно воспользоваться информационной системой и попробовать найти информацию в интернете, потому что у нас сейчас также, как уже сказала, есть единая база, где есть такие маркировки, что заводится наследственное дело и делается розыск наследника, и, соответственно, если наследника обнаружат, что умер гражданин, то есть он может уже обратиться к нотариусу. То есть информация это доступна? Ну, да, его можно воспользоваться. Или также пойти самостоятельно, обратиться к любому нотариусу, если он узнал какую-то информацию и дальше уже таким образом. Дело в том, что если нотариус не знает о наличии наследников, он не сможет их, конечно же, разыскать. То есть тут уже... Ну, это уже логично. Да, но здесь при открытии любого наследственного дела, при обращении наследника, нотариус беседует и в беседе выявляет наличие потенциальных наследников. Спасибо большое, Олега Александровна. Мы принимаем еще один звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте, говорите. Говорите, алло, вы в эфире. А, здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Я состою в браке. Дальше слушаем ваш вопрос. И мама подарила мне квартиру. То есть есть квартира, оформленная на меня. Так. Могу ли я продать ее в браке без разрешения супруга? Спасибо. Да, поскольку это имущество подарено и является собственностью только того супруга, кому дар был передан. Естественно, здесь это ее личное имущество. И распорядиться она может этим имуществом без согласия супруга. Потому что права совместной собственности здесь нет. Спасибо, Ольга Александровна. А вот как проще и быстрее подать документы после сделки уже на государственную регистрацию? Если нотариально удостоверенная сделка, то, во-первых, подать документы на государственную регистрацию может одна страна, покупатель, приобретатель, даряемый. либо может попросить нотариуса сделать такую передачу нотариально. Значит, это нотариус совершает определенное нотариальное действие по представлению документов на государственную регистрацию. Собственно говоря, к нотариусу потом и граждане возвращаются и получают документ, подтверждающий, что переход права произошел. Все. Нотариус может это передать либо лично в организацию, сейчас у нас приемные МФЦ, многофункциональные центры, то есть через МФЦ подается на регистрацию. Либо воспользовавшись электронными ресурсами по представлению документов на регистрацию. При этом, если электронно подается, то там вообще сокращенные сроки регистрации. То есть лучше, удобнее это сделать через нотариуса. Спасибо большое. Я думаю, что мы успеем принять последний звонок. Время наше подходит к концу. Лаконичнее, пожалуйста. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, алло. Я хотела бы задать вопрос. Договор в дарении доли в коммунальной квартире требует сейчас обязательно специально оформление в селке. И если нотариально оформление в селке, то как будет рассчитываться пошлина? Пошлина, госпошлина. Как будет рассчитываться? Понятен вопрос, Эльга Александровна? Не очень, потому что не совсем. Отойдите, пожалуйста, от телевизора, просто немножечко фонит, и еще раз повторите ваш вопрос. Дарение доли в коммунальной квартире. Требуется обязательное оформление данной институты? И если наследие оформление, то как запечатлят упорщенно права с институтами? Спасибо большое. Значит, если у вас зарегистрирована доля в праве на квартиру, на жилое помещение, то при отчуждении, в том числе и при дарении этой доли, требуется обязательно нотариальное удостоверение. Расчет тарифа, который взимает на этарию за совершение данной сделки, будет осуществляться исходя из стоимости отчуждаемого объекта. Стороны вправе самостоятельно указать стоимость, поскольку они оценивают данный объект, но также заказывается кадастровая стоимость, нотариус это делает самостоятельно, стоимость целиком объекта квартиры и высчитывается стоимость доли отчуждаемой и исходя из той стоимости, которую гражданин указал и кадастровой стоимости будет рассчитываться тариф, то есть тариф будет браться, если гражданин указал стоимость превышающую кадастровую, то соответственно с той стоимости, которую указал гражданин, если кадастровая превышает, то с кадастровой стоимости. Ну что же, спасибо вам большое, Ольга Александровна, время наше подошло к концу, я благодарю всех участников нашего телевизионного эфира программы «Территория права», смотрите нас, следите за анонсами на телеканале «Самара ГИС», мы обязательно встретимся в прямом эфире и обязательно послушаем все ваши вопросы на сегодня, отвечала на ваши вопросы Наталья из Красноярского района Самарской области, Ольга Александровна Портнова, спасибо вам большое, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»